Всем привет, мои хорошие! С вами Кеймери и сегодня я снимаю для вас очередное новое видео. У нас сегодня салат с крабовыми палочками, которые я просто обожаю. Рецепт, опять же, вы можете найти на нашем кулинарном канале, который называется iCook. Ссылка будет в инфобоксе и на пирожки, и на этот замечательный салат. Он просто обалденный, он настолько нежный. Это просто что-то щенто. И здесь у меня напиток. Что за напиток? Не голодный, а так, знаете, у нас гости были. Вита. Вот. Такой вот напиточек. Сегодня максимально просто продуктивный день. Я столько всего успела. В плане монтажа очень много всего успела, но снимаю я первое видео на сегодняшний день. И это у нас с вами будут пирожки. Начнем с них. Я не знаю, 5 штук я смогу съесть. Мама сказала, что она съела один, и все, уже больше не может. Это пирожки с картошкой. Также мама иногда, кстати, готовит с яйцом и луком. Здесь тоже есть лук. Но он прям мелко-мелко нарезанный и пожаренный. Поэтому вообще не чувствуется. Очень люблю пирожки. И впервые я приготовила. Помню, года 3 назад я приготовила. Мама у нас никогда пирожки особо не готовила. Года 3 назад, когда мы в деревне отдыхали, я зашла в YouTube, нашла рецепт и вот приготовила. И вот с тех пор, в течение этих трех лет, мы постоянно готовим эти пирожки. Почему я не снимала, я не знаю. Как-то даже в голову не приходило. Когда я много работаю, мама всегда приходит и так, знаете, жалостливым взглядом на меня смотрит. Говорит, Айка, ну сколько можно? Даже в комментариях тебе пишут, что что ты crazy. два его идёт за день. Кстати, насчёт комментариев. Некоторые пишут, что в последнее время очень сильно слышно вот это чавканье. Так вот, я могу вам объяснить. Просто дело в том, что я поменяла микрофон. Он более чувствительный. Салат – это вообще произведение искусства. Просто посмотрите. Оливье, наверное, курит в сторонке. Ну, он очень короленен. Здесь сыр, майонез, крабовые палочки. Прям чуток прям. Съешь и наедаешься. Так вот, мама каждый раз, когда видит, что я за компьютером, она меня так жалеет, как будто я кубики таскаю. Всегда мама говорит, «Да ладно, горит, можно и в два дня одно видео. Не пожар же». Я сижу за компьютером, она мне приносит чай, приносит какие-то фрукты. И это настолько приятно, и ты понимаешь, что мама – это, наверное, человек, который просто так тебя любит всю жизнь. Не знаю, я просто очень люблю свою маму. Мне кажется, она идеальная. Мне кажется, мне повезло больше всех. И у меня самая лучшая мама на свете. Знаете, дело в чем? Дело в том, что я вижу, что мой канал развивается. Очень быстро растут подписчики. За что вам огромное спасибо каждому, кто пишет мне что-то хорошее. Для меня это не работа, понимаете? Когда вы видите, что ваши дела идут хорошо, хочешь, не хочешь, появляется вдохновение, появляются силы. Иногда у меня такое бывает, что я весь день, например, на работе. То есть у меня, знаете, такая работа, я могу 4-5 дней не идти на работу, а потом 2 дня там сидеть. Если какой-то проект. Вот. Работу я свою тоже очень люблю. И вот некоторые мне пишут, не хотела бы ты стать моделью или актрисой. Нет. Однозначно нет. Даже если у меня на канале будет, не знаю, 3-4 миллиона подписчиков, меня будут звать, не знаю, в какой-то фильм, я не пойду. Вот однозначно нет. Во-первых, это физически очень трудно. Я один раз снималась для одного магазина одежды в виде модели, то есть как фотомодель. Нужно было надевать эти вещи, фотографироваться для их инстаграма. Так вот, столько было вещей, и представьте, где-то, наверное, часа 5-6 нужно было стоять на каблуках, на шпильках. И каждый раз улыбаться, давать позы. Когда я была маленькая, я думала, что самая крутая фотография это модель. Потому что везде твои фотографии, ты такая чекуля, крутая. Знаете, я особо никуда и не зовут, если честно. Да и не хочется. Было пару предложений. Но я как-то, знаете, решила, что оно мне не надо. Там какие-то салоны. По бартеру там они мне сделают окрашивание, пострижку. По стрижку. Постригут меня. Если я захочу, там амбре, милирование, ботекс для волос и так далее. Взамен они мне сделают макияж, пофотографируют меня. Я буду как модель. Еще нужно было в моем инстаграме их отметить. Я подумала, да ну нафиг. Да ну нафиг. Лучше какую-то серьезную работу иметь. А блог, это чисто, знаете, вот чтобы вложить душу. Вот реально. Я сама себе режиссер. Если я не хочу ничего делать, я могу и неделю не снимать. То есть у меня нету какого-то босса, который мне скажет. Неделю уже не снимаешь. Вот посмотрите. Посмотрите, какой мягкий пирожок. Убожаю просто. Вот где только не кушала пирожки, но лучше маминых нигде никогда не видела. Обязательно заходите, смотрите рецепт. Еще для модели, насколько я знаю, нужен рост метр семьдесят и плюс. Вот. Еще у меня есть какие-то свои принципы. Например, я бы не смогла пойти на фотосессию, где нужно рекламировать какие-то купальники или супер откровенные наряды. И дело тут не в менталитете, в каких-то таких моментах. Ну и как-то некомфортно. Если везде, например, в журналах будут мои фотографии в нижнем биле или в купальниках. Да и не предлагали, если честно. Вот. Сказать, что вот у меня целая очередь пиар-агентств, что приходи, работай с нами, а я всем им отказываю. Нет, такого нету. Ммм, вкусно. Вкусно. Сегодня, наверное, будет только одно видео. Потому что вчера было два. следующий. Следующий. Я замечаю, что я в последнее время никуда не иду гулять. То есть люди уже побывали везде, а я вроде нигде не была. Вот. У меня просто работа, дом, монтаж, работа, дом. Меня все устраивает, но просто когда я смотрю на жизнь других моих подруг, знакомых, людей, с которыми я вместе училась, я смотрю, насколько насыщена их жизнь. Я особо никуда и не выхожу. То есть я последний раз была на торговой дней 10 назад. Сейчас я знаю, сразу посыпется вопрос о том, что, а что, твой парень тебя не выгуливает? Так вот, мой брат всегда так говорит, что, говорит, твой парень тебя выгуливает? Сколько раз, говорит, тебя выгуливает? Я так угораю над его фразочками. Так вот, что я хотела сказать. Он бы рад бы меня выгуливать. Просто, как я вам говорила ранее, может, кто-то не видел это видео, он учится, учится за границей. Он на полтора года у меня младше. Следовательно, я в прошлом году закончила университет, он еще учится. Ему совсем чуток осталось. И учится он за границей. Точнее, в Европе. Вот. О чем я хотела рассказать вам? В общем, гуляю я с родственниками. Которые приехали к нам на Новый год. Гуляем прям по самому центру. И вот девочка, она подросток. Ей, наверное, лет 15. Она тоже, знаете, так увлекается Ютубом, смотрит мои видео и так далее. И она мне такая говорит, говорит, что у тебя столько подписчиков. Интересно, тебя узнают на улице? Мы же гуляем прям по городу, по центру. Я такая думаю, блин, только меня кто-нибудь узнал. Только бы кто-то меня узнал. А то как-то странно, да? Вроде у меня 90 тысяч подписчиков, меня должны узнать. И как-то перед ними мне хотелось, что меня кто-то узнал. Я такая иду, иду, иду. Ну, блин, может, ты меня знаешь. Потом дальше идем. Я такая опять приглядываюсь, посмотри. Это же я. Может, ты смотришь мукбанки. Может, ты любишь пожрать? Оказалось, нет. Никто меня не узнал, к сожалению. А летом, вот реально я вам пишу, да и говорю, каждый раз, когда я выхожу на торговую, меня всегда узнают. Один раз даже было, что в один день три раза меня узнали. Почему зимой меня никто не узнает? Почему именно, когда надо, тебя никто не узнает? Когда ты одета, как бомжиха, не накрашенная. Вот в таком виде, как вы меня узнаете, я не знаю. и что? Ничего. Просто ничего. Просто огурчик и весело. Я вам уже 500 раз говорила, скажу 501. В одном из видео я попросила вас задать вопросы в комментариях. Почему-то теперь люди пишут под всеми видео в комментариях. Вот именно под этим видео пишите ваши вопросы. я именно оттуда вот скриню, когда мне что-то нравится. И вот еще, кстати, такой момент. Если мне кто-то в комментариях задает вопрос, а вам тоже интересен этот вопрос, залайкайте этот комментарий, чтобы я увидела. Может быть такое, что действительно интересный вопрос, человек несколько раз его задает, но я его просто не вижу. потому что если я вижу комментарий, я обязательно его лайкаю. Вопрос задает Ксюша. Ксюшенька, тебе огромный привет. Айка, я тоже хочу задать тебе вопрос. Спрашивает она, было ли у меня такое, что я целый день не ем, а потом набрасываюсь на еду. Я ем всегда и ем очень много. И даже моя мама удивляется. Я не поправляюсь, я не знаю, с чем это связано. Наверное, у меня хороший обмен веществ. Потому что я ем много. Вот вы думаете, я вечером села снимать видео. Вы думаете, я целый день не ела. Нет, я утром съела где-то 8 грузинских ингали. На обед я кушала тыкву с рисом. Это такой плов с тыквой. На ужин у нас были гости. На ужин у нас был суп с деревенской курицей. Господи, как это было вкусно. У меня есть знакомая, у нее есть теща, и она всегда говорит, что я не ем то, что готовит моя теща. Я говорю, почему? Она говорит, ну, я не знаю, как она это готовила, чисто ли или нет. Я брезгую. Так вот, я в этом плане настолько простой человек. Мне пофиг, кто это приготовил. Самое главное, чтобы это выглядело аппетитно и было съедобно. для меня вкусно все. Люди тратят деньги на очень дорогие шмотки. Быть может, у меня нету этих денег, поэтому я так думала. Но если бы у меня даже было бы очень много денег, я бы просто каждый день кушала ролла. Или колбасу какую-то супер дорогую. Каждый день шаурма. Завтрак обедуешь, хотя шаурма недорогая. Вернемся к вопросу. Надо было больше пирожков брать. Так вот, не отвлекаемся. Вы чего меня отвлекаете? У меня не бывает такого, что я целый день ем. У меня бывает, что у меня не бывает аппетита. Когда я забыла про этот соус. Из-за каких-то моментов в жизни. Например, какой-то стресс. Вот когда стресс, мне вообще не хочется кушать. Я знаю, что есть люди, наоборот, да, когда у них какие-то стрессовые ситуации, они начинают заедать свои проблемы. У меня наоборот. Наверное, если у меня будет депрессняк, не ждите видео. этот салат, ребята, в сто раз лучше, чем оливье. Просто вау! И следующий вопрос. Мама помогает ли в уборке? Мама помогает. Да, мама помогает. И тем более я не успеваю. Я просто стараюсь класть на место вещи, которые я взяла с этого места, например. Из-за этого мамы, кстати, всегда ругаются. в принципе, я к уборке не отношусь к чему-то глобальному. У нас есть родственница, которая помешана просто на чистоте. У нее дома прям все блестит. А еще, кстати, у нас была соседка, которая вставала в 6 каждый день. И делала генеральную уборку во всем доме. Где-то за час, за два. И так каждый день к ней домой заходишь, прям как музей. И при этом она никогда не осуждала людей, у которых бардак дома. Я не знаю, может она не осуждала при нас, потому что у нас бардак. Просто настолько чисто плотный человек и такой культурный. Даже такой был, вот она сделала уборку, она не работала. Потом весь день сидит в телефоне, там свои какие-то дела. А я не так. Я сначала в телефоне посижу, потом сделаю, откладываю, откладываю. Но меня такие люди всегда вдохновляют. меня всегда вдохновляют какие-то успешные люди. У меня никогда не бывает такого, знаете, зависть. Если я верю, что человек добился чего-то, у меня нету зависти. То есть, она девочка, она в инстаграме снимает вот танцы. Может быть, у меня не получается так, как у нее. человек меня смотивировал. И я обязательно должна любить то, что я делаю. Вот, например, мукбанки. Я обожаю смотреть мукбанки. Я вот буквально 15 минут назад купалась и смотрела видео мукбанк. Я всегда смотрю, мне очень нравится. девочки какие-то начинающие снимают. И честно, у меня нету ни капли, знаете, вот злости. Вот, вы все начали снимать и так далее. Мне наоборот, очень-очень приятно, что вот это вот движение, вот это вот направление, оно развивается. А не то, что вы знаете, дальше уже никому не интересно, никто не снимает. Совсем забыла брать соус. Всего 5 пирожочков было очень мало. Надо было брать больше. Думаю, что штук 7 могла бы сесть легко, просто. Они были настолько вкусные, прям воздушные, прям вот летает пирожок, понимаете, вот просто нечто. В общем, как-то так. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось. Если это было так, то обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. Пожалуйста, сделайте так, чтобы у меня было 100 тысяч подписчиков. Я от вас отстану. Всем желаю удачного дня, приятного аппетита. С вами была Ая Кемили. Всем пока!